Всем привет, это канал Бородач ТВ. Сегодня в гостях у нас с Еленой Дайя и Анастасия. Сегодня будем разбирать очень такую интересную тему. Она посвящена тому, как найти мужчин. Ну, тема такая женская, так что я буду просто здесь находиться и комментировать позиции мужчины. А вы, девчонки, сейчас начинайте потихонечку общаться. Если что, я буду оставлять свои 5 копеек. Да, начинайте. Давайте мы представимся. Меня зовут Елена Ларионова, я семейный психолог. У нас в студии сегодня Дарья, это наш клиент, и Анастасия, основатель женского клуба в Сосновом Бару, который скоро распахнет свои двери. Да, очень скоро. Ждите. Ждите очень много интересного. Ну что, у нас сегодня тема, как встретить достойного мужчину и где искать свою любовь. Да, давай это, слушай, вот, я тут даже вот посмотрю на себя, да, вот, чтобы вы понимали, у нас сейчас прямой эфир идет, всем привет. Вот. Если действительно хотите написать какие-то комментарии, я не знаю, в Инстаграме у нас, наверное, не получится, но ВКонтакте у меня на страничке можно задать какой-нибудь вопрос, и мы в целом его озвучим. Вот. Да, вопрос интересный. Как все-таки найти мужчину, да? Тема злободневная, я так понимаю, или нет? Я думаю, что это очень важная тема, исходя из клиентских запросов, из работы с женщинами. Действительно, эта тема сейчас наиболее актуальная. Мне кажется, она такая мировая, известная, достаточно, да, давно. Хорошо, а в чем корень проблемы тогда? Почему она является проблемой? По идее же, мужчинам же тоже нужно найти женщину, правильно? Понимаете? Так в чем проблемы-то? Родители у всех одинаковые, да? А что не получается тогда? Мне кажется, проблема в том, что женщины будут на себя очень много обязанностей, которые, в принципе, не связаны с ними. Так, стоп, какие обязанности сразу же? Ну, за женщиной это получается дом, воспитание детей, вера в мужчину. Нет, подожди, воспитание детей начинается после того, когда появился мужчина, который создал эти проблемы. После того, как он нашелся, правильно? Да, нашелся, да. Мы сейчас говорим о том, что надо сначала найти его, правильно? И где его искать? Где его искать? Да, и где его искать? И как мне не попасть на путь, ну, есть мечты? Где водятся эти миллионеры? Где водятся эти миллионеры? Да, давайте, может быть, начнем с самого начала. Для того, чтобы построить семью, родить детей, нужно его встретить. Да, я не замужем, кстати. Давайте подумаем, с чем сталкивается женщина на пути к встрече своему мужчине. То есть, что, может быть, Даш, мешало тебе, когда ты хотела встретить мужчину, когда ты хотела зайти в отношения, построить семью? Ну, если начинать вообще сначала, сначала, то как бы получилось так, что в первую очередь, наверное, мне мешали мои предыдущие отношения. Да, поэтому, как бы... А в чем они конкретно мешают? Ну, освободиться от них, от мыслей, от какого-то присутствия мужчины не в физическом плане, да, а в голове, в душе. Как бы отношений нет, а ощущение того, что, как бы, обиды какие-то вот прошлые, да, на мужчина, да, и что, может быть, это проецировалось каким-то образом на других мужчин. Своя собственная закрытость от мужчин из-за того, что предыдущие отношения, они закончились как-то не так. Ну, то есть, не то, чтобы как-то не так они закончились, а потому что они просто закончились. А это были первые отношения, которые... Или это уже там еще какие-то... Нет, у меня были, ну, это мой брак, в котором родился ребенок, ну, как бы, это... Ну, это считается основные отношения, которые у меня были, да. В результате которых появился ребенок, да, 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 это все очень, как бы, серьезно, да. Ребенок, обиды, неотпускание какой-то ситуации и своя, собственно, внутренняя неготовность к появлению мужчин. Ну, как бы, желание, оно как бы было, да, оно как бы всегда есть, потому что, ну, женщина не может, ну, это не по природе женской быть одной, ну, и мужской тоже, да, все должны быть, Бог нас создал, да, для пары, вот. И поэтому собственная закрытость мешала к появлению мужчин. Хорошо, сейчас уже есть новые отношения, правильно? Сейчас, да, есть новые отношения. Так, ну, и как вообще нашла эти новые отношения? Просто сейчас мы как раз вот разбираем момент, да, как отпустила ту старую ситуацию, да, и для того, чтобы открыться было к новой, да, то есть ты отпустила старую ситуацию, и как нашла все-таки новые отношения? Ну, во-первых, это огромная работа над собой, это... То есть ты пересмотрела, какие-то были минусы, на которые ты не обращала внимания, потому что в старых отношениях это все устраивало, вот, а после того, как все это закончилось, да, когда ты, ну, грубо говоря, вот я такая, и что-то не получилось. Да, совершенно верно. Какая работа была проведена? То есть какие были вот, ну, минусы, можно озвучить сейчас? Потому что вдруг это поможет просто... Да, конечно, это, наверное, самые стандартные обычные минусы, но просто если женщина их не осознает, то нужно ей это взять и осознать. То есть это, ну, прости, как многие, ну, как живут у нас многие семьи. Дом, работа, дом, работа, потом появляется мужчина, да, жених, там, муж. Дом, работа, муж, дом, работа, муж, дом, работа, муж. Потом появляется ребенок, 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 потом ребенок, дом, ребенок, дом. Муж куда-то уходит на второй план, потому что «я мать», как сейчас это популярный хэштег «я же мать», и все внимание уходит ребенку, и мужчина уходит на второй план. Насколько ясно, очень много мужчин, их это тревожит, и они переживают по этому поводу, что их любимая женщина отправила на второй план. Она на него не обращает внимания, она все время уделяет ребенку, и как бы нет каких-то вещей элементарных. Нет, подожди, мужчина же видит ситуацию, это же не происходит вот так вот, пац, все, завтра наступает, завтра все, у нас другое расписание. Это же постепенно, правильно, то есть, соответственно, он, возможно, ну вот вы когда шли к этому состоянию, да, но это же было поэтапно, изо дня в день, процент в проценте. Так, значит, получается, это проблема мужчины, то, что женщина не уделяет ему внимания. Ну, смотри, у вас были сначала одни отношения, это было одно состояние некоторое, некоторое, ну, некое точнее, вот, в которых вы договорились, у вас есть негласные, как бы, правила, договор, да, то есть, кто что поступает в той или иной ситуации. Ну, вот, с появлением ребенка, да, ребенок, это является неким катализатором, который запускает те, ну, вообще процессы, на которые вы не обращали внимания, да, то есть, либо просто глаза закрывали, но по факту не договорились. Ну, это является причиной того, что почему семьи расходятся с появлением ребенка, вот. Ну, ведь по факту, что мужчина, что и женщина принимает этого ребенка, да, так как это их, ну, чадо, то есть, это плод их любви, соответственно, они к этому уже готовы. Ну, как приятно слышать эту точку зрения от мужчины. А что, плохо сказал? Невероятно. Прекрасно. Просто аплодисменты. Хорошая ряда. Да, спасибо. Потому что не всегда это так. Ну, у нас не преподает в школе этого просто. Ну, как сказать, культуру, как культуру семьи в школе не преподает. Конечно. Вот, поэтому... Поэтому не всегда это так, и я говорю о стандартной ситуации. Что, да, да, был договор, да, договорились, а потом бац, и получается какая-то, ну, грубо говоря, ну, что-то новое, да, к которому оба были не готовы. И идут разногласия какие-то, и, ну, и все, в итоге, один жалуется на одно, другой на другое. Ты благодарна тому мужчине, то, что он был в этой жизни? Конечно. У меня просто супер-сын, который... Согласись, что вот... Он меня очень многому научил. Если бы не он, у меня бы не было сейчас вот этих отношений, которые у меня есть сейчас. Хочется даже здесь добавить, потому что... Ура! Да, эти слова, они очень ценны от женщины, которая была в обиде за мужчину, на мужчину, когда он ушел из этих отношений. В основном много и большой процент женщин, которые крайне холодно относятся, крайне жестоко относятся к своим бывшим мужьям и всячески препятствуют общению с ребенком. Да, это такие послания, когда они... Папа нас бросил, да, папе мы неинтересны, да, там папа выбрал другую женщину. И, конечно же, эти послания, они очень сильно забирают ребенка от папы. И, конечно же, это тоже некие свои последствия, которые будут во взрослой жизни. Да, на самом деле, я хотела бы, чтобы вот наш папа, он пересмотрел свою точку зрения, ну, на меня, на ребенка, и начал таки, в конце концов, может быть, он меня слышит. Может быть. Может быть, и действительно, я к нему очень искренне, по-доброму, с теплотой отношусь, потому что и хотела бы, чтобы он наладил с нами отношения и начал бы с нами общаться. Настя, ты давай тоже подключайся. Ты сказала, что ты в свободных отношениях. Ну, не отношениях, извиняюсь, а вообще свободные, так что это, да, немножко рекламная пауза. Настя, он наш свободный человек, поэтому обращайтесь. Не надо обращаться по таким вопросам. Я к чему. Вопросы у нас темы-то какая? Разыскивается мужчина, да, вот. Если в случае, Дарья, у нее уже был опыт, да, в семейных отношениях, у тебя как? Не было. Ну, в семейных отношениях именно? То есть не просто взаимоотношениях? Был гражданский брак, в течение которого там около трех лет. Мы жили непосредственно как бы вместе. За этот период времени я... Меня сформировали под себя, то есть меня изменили так, как было необходимо этому человеку. Но внутри меня я понимала, что это не мой путь, и я не могу, как бы, я чувствовала себя как в клетке. И со временем это отразилось, во-первых, на моем здоровье, это отразилось на каких-то, не знаю, психологических, может быть, травмах. Также я закрылась от мира. То есть я знаю сама по себе, какая я, ну и что могу дать в этот мир. И в тех отношениях я хотела просто, ну, как бы, чтобы меня никто не трогал и никогда как-то близко не контактировал с людьми. То есть я стала, грубо говоря, таким... Не скажу, что забитым, нет, наоборот, очень такой слабый, домашний. То есть я в тех отношениях очень сильно любила, то есть я давала себе на полный. Мужчина, да, как бы, его успех зависит в основном от женщины. В тех отношениях я отдала себя, и мужчина очень хорошо вырос. Да, но есть созидание, есть разрушение. Когда женщина понимает, что она не получает хоть какой-то энергии со стороны мужчины, да, все начинает разваливаться. И со временем, да, как бы я завершила этот процесс, да, такое было. Я завершила этот процесс, и сейчас я на том пути, что понимаю, чтобы создать нормальные отношения, нужно не менять друг друга, да, а нужно принимать такими, какими мы и есть. Каждого, что мужчина, что женщина, не оценивая, не осуждая, не вообще как-то трансформируя. Мужчина, он любит состояние рядом с женщиной. И когда, допустим, он на первых аппарах в нее влюбляется, да, потом со временем, почему происходит хладнокровие, потому что женщина, она забывает о своих обязанностях. Она забывает о том, что дает ей, для чего нужны ей мужчины, да, что они друг-другие получают в тандеме. Ну, вот есть это нарушение договора. Да, то есть они получают уже, ну, женщины есть, ну, как бы есть мужские, там, тхармы, да, там, аскезы, да, есть женские, там, каждый из них за что-то отвечает. Вот, и когда это нарушается, происходит дисбаланс, происходит какой-то некий, вот, сбой именно, ну, внутри семейного круга. Вопрос-то какой у нас? Где искать-то? Где искать? Ну, он сам не найдет. Так, подожди, почему он тебе сразу должен найти? Потому что ты, кстати, мне это не хочу сказать, зачем мне искать? Ну, как бы, если я встречу человека, пойму, что, в принципе, мне интересно с ним общаться, узнать его поближе, да. А как же цикли-цигуляли люди, вот, и что? Может, ты хочешь конкретные пароли, явки? Ну, реально, и что? Ну, подожди, потребность есть? Потребность? Да. Да не знаю, нормально. Так, стоп, я еще раз озвучу вопрос. Первое вопрос, ты скажешь, я не замужем, значит, потребность есть. Ну, мы идем, да, нет, то, что я просто не замужем. Озвучить, озвучил, хорошо. Мы сейчас говорим о потребности. Потребность мужчине есть? Ну, смотри, вот есть вот яблоко, я хочу яблоко. Потребность мужчине есть всегда, потому что женщины... Нет, стоп, давай не говорить всегда, есть или нет. Вот с этого-то все и начинается... Я не могу так сказать. Ну, это почему? Я не знаю. Если нужен мужчина... Ты лежишь мужчинам, да. Мужчины, вообще, в принципе, как-то. Да, мне это обидно, мужчин, то есть, ну, я как... Да, значит, хочешь. Потребность-то есть? Да, конечно. Конечно, легче стало. Смотри, вообще, в решении любой, там, задачи, дела, важно понимать четкую, ну, вот, видеть конкретную, там, цель. Цель мужчины. Мужчина. Нет, у меня не... Как понять, если я буду искать непосредственно отношения с мужчиной, я никогда не надо, потому что я буду замечать какие-то нюансы, какие-то ошибки, то, что мне будет не нравиться в человеке, потому что я целенаправленно иду к этому. А если это получилось, ладно, там, ну, будет четвертый. Зачем мне перебирать, ну, как бы, я должна заниматься своим саморазвитием, а мужчина, который будет, он сам притянется ко мне, ко моему состоянию. Смотри, послушай, смотри, у нас сутка 24 часа, правильно? То есть, есть время, которое именно на сон, правильно? То есть, ты понимаешь, что тебе надо переходить там на работу, там, заниматься ребенком, да, и опять же, сколько-то времени, ну, у каждого есть свой распорядок, сколько ты готов уделить времени мужчине, правильно? На самом деле, я когда в отношениях, у меня есть такая вот маленькая проблема, я всегда им отдаю. Мужчина, это тоже не должно быть много, чтобы вы понимали, да, не надо, чтобы он там 3 часа присутствовал. 30 минут, дорогой, вот тебе еда, 30 минут, ты мои. Засекаю, так, 29, плюс 5 минут такие. 27, время пошло, ваше время, оплату продлите, пожалуйста. Понимаете, просто присутствие каждого человека, вот мы тут общаемся, там, да, мы как друзья, там, ну, дружим, там, мы все равно друг другу надоедаем. Важно, вот, дозировано надоедать, вот. Свобода должна быть в отношениях. Так как, куда она денется свободно? Нет, на самом деле, кто-то любит очень сильно привязывать себя к этому человеку, кто-то, допустим, ревнует, в чем привлекает вредность? Вредность, это неверенность в себе. То есть, если мужчина ревнует в свою женщину, да, там, ты там посмотрел на это. Да, я согласна, что не совсем так, если мы рассмотрим даже психологическую точку зрения, в основном это чувство испытывают те люди, которые, дорожат. Которые даже, ну, это безусловно, в основном выросли братья-сестринских отношениях. Если у них был брат или сестра, и второй, третий ребенок, он больше испытывает это чувство ревности, потому что я делю свою мать, а мать это априори любовь. И если идет конкуренция, первый сын, второй сын или сестра, брат, да, неважно. И второй, последующий ребенок будет больше знаком с этим чувством. А потом уже, конечно, здесь уже будет накладываться история про уверенность, неуверенность. Я не могу сказать, что это прямо кажется. Я не могу сказать, что это прямо кажется. Вкуснее, чище, как бы, яблоко, оно такое… Я перезвоню? Да. Прикольно. Он ее, как бы, берет, и вы его чему-то научили, чем-то с ним доверились, чем-то таким близким, вот именно чищенным, как бы, яблочком. И представь, что к этому яблочку, которую вы создали, вы научились чистить вместе, подходит какая-то другая мадам, или там… Мама прилетает и начинает что-то делать, топтаться. Понимаешь, на психологическом уровне человек это чувствует. Первое, что мы хотим сделать – отмахнуться, отмахнуться, защитить то, что наше общее. Смотри, что мы понимали, не мужчина, а женщина для обоих воспринимается как целое, потому что две половинки сошли здесь. И мы пытаемся оберечь то, что мы создавали вместе, потому что круг доверия между двумя людьми, если в результате этих доверительных отношений еще появляется все дети там, да, то есть вот это защищает каждая сторона, понимаешь, а это не позиция того, что… Нет, а если, допустим, метод поводов для ревности, на человек все равно ревнует, то есть это как сопничать. Давайте вернемся к теме. Да, вернемся к теме. Вообще-то, потому что реальности… Где искали мужчину? Где искали мужчину? Где искали мужчину? Где искали мужчину? Вот у нас сейчас еще пока не определилось, но вроде надо. Как искала, где нашла? Были разные способы. Поделись, правда, девушкам, чтобы нам было понятно. Вообще, мужчины есть везде. Это огромный секрет для всех девушек. Мужчины есть везде. Даже в пробках. Даже в пробках. На работе. Нужно изменить свое поведение, выйти из своей зоны комфорта. Если ты ездишь на машине, надо ездить на автобусе. Условно говоря, это выход из зоны комфорта. Ну, больше коммуникации. У вас больше, чем в машине, в которой ты ездишь. Да. Если ты ездишь на машине, то поедь в салон мерседесов, и там есть мужчины, которые покупают мерседесы. Да, если есть уровень и желание встретить другого мужчины. Например. Вот. Слушай, ну вот смотри. Ты сейчас назвала определенные площадки, да, на которых упятся те или иные мужчины. Ну, те или иные мужчины. Ну, те или иные мужчины. Разный уровень. Ну, да. Разный уровень, все правильно. Совершенно. Ну, вот представь, да, вот если опять, блин, я… Уйти в свою тематику, нет? IT и технологии. Ну, грубо говоря, вот на Ютубе ты начинаешь смотреть, ну, например, ты смотришь политику. И теперь Ютуб начинает предлагать только политику. И ты смотришь некое мнение людей, и у тебя формируется некое такое, как бы, ощущение, что вот все вот именно как вот я вот думаю. Представляешь ты, почему мы проигрываем-то, да? Ну, вот бывает. Черт побери. Задлуждение, да. Черт побери. Побери. Вот, да. Так любая площадка то же самое дает. То есть вот просто по ощущениям, да. Но опять же, вот мы, у нас есть некий стереотип поведения, да, то есть вот, ну, какой-то багаж знаний, традиций. То есть и куда бы мы ни пошли, мы ведем себя одинаково с учетом некой какой-то такой прослойки людей. Ну, я не хотел, конечно, я их не делю, но просто по факту оно так получается. Ну, вообще, как бы, людей делить, ну, я, почему нет? Ну, есть классификация, на самом деле. Почему нет? Есть, есть. Очень даже, да. Все только вопросов, конечно. Даже материальный запрос у всех женщин разный. Кому-то достаточно 20 тысяч рублей, кому-то 50, а кому 150, а кому и миллиона мало. Понимаешь, как бы здесь, как бы, каждый 9 по-своему. Да, получается-то что? Что своего человека можно найти, ну, в какой-то определенной площадке. Потому что он, например, на дискотеке, ну, реально, там, отродясь, не будет водиться. Конечно. Человек, который умный, образованный, который там занимается каким-то делом, ну, какая дискотека? Конечно. В театр можно пойти. Да, в театр тоже говорят. А почему нет? Туда ходит, там, по статистике… Хорошо, в кинотеатр. В кинотеатр. Там, чтобы понимали, гомосексуалисты, да, это люди политизированные, и люди, которые ходят в театры, разбираются в каких-то тонкостях, там, да, то есть, и ездят еще на, там, я скажу, марка автомобиля СААФ. В каждом правиле есть исключение, которое подтверждает правил. Есть статистика общемировая, которая… Ну, это так. Это правило, да, есть исключение, которое подтверждает правило, правильно? Есть. Есть. Так что надежда есть всегда. В итоге, получается, смотри, ты начала ходить по-разному. То есть, мы сейчас понимаем, что в каждом каком-то месте есть на дискотеке одна… Куплика. Да, на дискотеку я в жизни не пойду, да, там, в клуб Ленинград, там, или в ДК, ну, если выбрать Соснового гор, то, ну, отродясь нет, потому что я понимаю, какая там Куплика. А у тебя познакомилась здесь или в Санкт-Петербург? Я познакомилась с помощью интернета. Ты иностранец? Это иностранец. Да. Иностранец? Да. Да ладно, тебя поздравляю. Спасибо. И причем очень неожиданно и случайно, если Даша там разрешит, она сама расскажет эту историю. Да, да, да. Мне кажется, это прямо история какой-то, знаете, мечтает, наверное, каждая девушка, но не мечтайте об этом, дорогие девушки, потому что ваши мужчины есть в разных местах. Да, да, да. Историю вспомнил. Я сейчас сказал, что иностранец. Я что-то вспомнил, только когда-то, ну, давно мы сейчас просто с Натей разговаривали за один момент там, да, вот, как вообще продавать там, да, то есть я вот ей рассказывал свою позицию, вот, и я что-то вспомнил. Как ты сказал, что за иностранцу. У меня как-то обратились мои знакомые, я когда работал здесь мастером в Ните, обратились знакомые, говорят, слушай, ну, ты там с интернетом, как-то надо сделать так, чтобы, ну, дочка хочет в Италию уехать жить. Я такой, да не вопрос, сейчас напишем объявление. В общем, я написал объявление, ну, с позиции, что нужно мужчине. В общем, к ней какой-то там нормальный этот, такой, ну, нормальный, симпатичный молодой парень. Да. Он приехал здесь, все, сыграли свадьбу, увез ее в Италию. Там купили 4-комнатную квартиру, они у меня до сих пор ходят. Блин, Михаил Михайлович. Тоже Италия. Все хорошо. Тоже Италия. Тоже с Италией. Итальянцы, кстати, любят русских женщин. Вот я поздравляю. Спасибо. Уедешь в Италию, присылать... Нет, я не хочу. Так, ты не коротишься. Я никогда не хотела лежать в Италию и не хотела иностранному ездить. Ты поедешь уже? Ну, я так понимаю, там две страны уже в жизни. На самом деле, там ночь очень много русскоязычных, поэтому там не будет такого, что блин, там будут какие-то в России. Конечно. Там тоже есть люди, которые говорят, которые прошли все вот эти этапы, как там приехать, как там жить, что с работы и все прочее. Поэтому терзай, двигайся в этом направлении, не останавливайся. Спасибо. Нам бы сейчас Настю. Настя, ты где ищешь? Я не ищу. Я не ищу. Мне все хорошо. Я думаю, что у Даши тоже не было на лбу. Я ищу мужчину. Тем более, я никогда, честно, не связывала свою жизнь с иностранцами. Как бы это случилось совершенно случайно. Никогда не мечтала уехать из России вообще. Как бы где родился, там пригодился. Всегда была моя жизненная политика. Ну, я смотрю. Уже так скромно об этом говорю. Но все-таки, да, это есть. Это прекрасная площадка, я считаю. Опять-таки, интернет и почему нет. И несмотря на то, что есть много отрицательных отзывов, также я знаю очень много положительных из своего собственного опыта, из опыта своих подруг, знакомых, которые рассказывают. Да, и женщины, и мужчины встречаются в интернете, знакомятся, создают семьи и все прекрасно. Не нужно ограничиваться просто городом Сосновый гор и все, и зацикливаться на это. Если нет здесь, расширьте свои возможности, откройтесь миру просто и все. Ну, важно, как говорится, это все-таки количество коммуникаций. Количество коммуникаций – это количество подходов. Количество подходов, значит, есть что? Возможность выбора. Вот когда есть возможность выбора, мы, по крайней мере, начинаем взвешивать. Вот, ну, если опять возвращаясь к поведению потребителей, там, да, когда любой товар… Вот мы, когда приходим в магазин… Мы сейчас женщины-потребители. Да, нет, это все то же самое, на самом деле все то же самое. Конечно. Надо говорить, как есть. Ну, да, может цинично звучит, но так оно и есть. Вот. Просто мы, у нас есть свои критерии. Он должен быть молодой, красивый, там, богатый желательно, да. А то, чтобы взять, вырастить, может, своего, на это девчонки порой бывает тоже не смотрят. Вот здесь, кстати, очень важная сейчас такая подмеченная история, потому что, действительно, у многих женщин есть свой образ мужчины, какой он должен быть, там, богатый, да, умный, ходить в пиджаке, ездить на такой-то машине и, там, не знаю, возить меня путешествовать каждый год два раза в год. И, конечно же, вот этот стереотип у них есть внутри, и они не готовы его каким-то образом раздвинуть. Они с ним живут и пытаются его найти и втиснуть в эти рамки. И тем самым еще и навязать мужчине, да? Конечно, свои какие-то принципы, да. И, безусловно, здесь будет о протесте. Здесь будет очень сложно друг друга переделывать в таком взрослом возрасте. И правильно было подмечено, что создавайте своего мужчину. Его можно, не знаю, побрить, предложить подстричься, да, поменять футболку, одеть другие брюки. Надо правильно преподнести эту информацию. Да, и он это готов делать. Но если он понимает, что ему хорошо с этой женщиной, он готов переодеть эти брюки. Опять же, мужчина любит состояние рядом с ней, с женщиной. Конечно, это уже да. В итоге-то давай ты подскажи. Где найти мужчину? Где найти мужчину? А то Михаил очень сильно явно все. Очень сильно вопросом задается, где же найти мужчину. Так, Мася, ты же не говоришь. Да я не надо мне. Как не надо? Молодая, красивая девушка. Ну что? Мне кажется, девушка, в принципе, должна хотеть мужчину. Не конкретно про. Вообще-то нормально. Не конкретно про. Не конкретно про. Да, все не хорошо. Ты соберись. Ты соберись. 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 Нормально все. Если надо отклистать, то пожалуйста. Чтобы тебя привести в чувство, пожалуйста. Стакан воды тоже надо. Не нормально. Давай. Давай не будем отходить. Нет, хорошо. Расскажи, какие способы вообще. Привлечение мужчин. Особы привлечения или где искать мужчин? Ну давай, где искать и, наверное, как привлекать тоже. Может быть, надо делать такие. Уже смотри этот. Рейтинг поднимаешь программы. Да, да, да. Правильно сказала Таша, что мужчины есть везде. Они есть в пробках, когда ты едешь, да, когда много машин. И они тоже знакомятся в пробках. Они есть абсолютно, абсолютно везде. Мне кажется, знакомиться можно абсолютно везде. Не нужно себе какую-то галочку ставить. Нужно улыбаться. Искренне. И все. Больше ничего не нужно. Быть искренним. Да. Открытым человеком. Улыбаться. Не нужно вот… Никто не познакомиться. Согласись мне, что никто не захочет знакомиться с женщиной, которая… Вот как мужчины знакомятся с девушкой? У которой написано, что у нее куча каких-то там проблем. На что обращают мужчины? На знакомые бегала-бегала. Так что-то как-то грустно бегать. Я подбежал. Ну, через полгода, 21 километр она пробежала, конечно. Какое-то время она ненавидела меня. Но все хорошо. Нет. Ну, я согласен к тому, что… По каким лицам мужчина выбирает девушку? Ну, Настя тут уже два или три раза сказала, что все-таки состояние, которое дает женщина мужчине чувствовать, проживать в этом состоянии какие-то эмоции, яркие, положительные эмоции. Момент знакомый, что интересно. Еще тоже важно понимать такой момент, да, что когда человек получает удовольствие заслуженно, да, то есть, завоевав эту девушку там, да, то есть, создавая, ну, и тратя там свои усилия какие-то некие, некоторые прикладывая, да, и он видит, что в результате этих действий там женщина радуется, ему становится от этого еще круче. Он получает обалденное удовольствие, то есть, во-первых, он никуда не соскочит, ну, чтобы мы понимали. Вот. А во-вторых, это вот это, ну, как сказать, мы все получаем максимальное удовольствие только от того, когда мы прикладываем усилия, у нас что-то получается. Вот. Вот это называется, ну, это высшая стадия удовольствия у человека. Неважно, это отношения там, бизнес там, любой там творческий процесс. То есть, что угодно. завершение. То есть, если вот мы получаем, соответственно, да, по кайфу. То есть, неважно, как, ну, люди выглядят, вот у меня много знакомых там, которые имеют какие-то там, даже физиологические там, да, ну, там, как это называется там. Ну, не отполнение, но… Желание? Ну… Говори, как есть. Да, прими по-русски, хорошо. Ну, например, проблемы, ну, не по-русски, ну, что это за волноваться-то? Все хорошо. По-певу, конечно. Да, точно. Ну, например, есть какие-то там, ну, вещи там, да, там, ну, что-то такое, но люди не перестают любить. Да, конечно. То есть, поэтому… В этом все прекрасно. Все прекрасно. Будь открытый мир. Да. Любовь она придет рано. Главное, чтобы вы были хорошим человеком, с которым всегда хорошо, и все будет так же хорошо. Три раза хорошо. За один раз. Четыре раза хорошо. У нас четверо. Да. И без манипуляций. Да как это так? Без манипуляций. Без манипуляций, ты что? А вот так вот, да. Не, я тебе честно скажу, в отношениях все равно найдется кто-то, кто манипулируется. Всегда сверху. И желательно, чтобы это был мужчина, но мужчина, который понимает, что манипулировать нужно, но, скажем так, не назначая рамки, да, а наставляя на путь какой-то определенный, на путь развития. Женщина просто так грамотно делает, чтобы мужчина это не поняла. Ей, как будто это было его решение. Да. Пускай будет так. Пускай мужчина манипулирует. Я согласна. Это прекрасно. Да, мне единственное хочется добавить, чтобы женщины были в реальности, в плане того, что мы все выросли, девочки, на сказках. Да, у нас есть образ, который сложился определенных рыцарей, да, на белом коне, что он, не знаю, меня увидит, любую везде найдет. Конечно же, это не так, да. Потом на сказке рождаются сериалы наши любимые, там, не знаю, Санта-Барбара, да. Всякие киножные клише там, да. Да, потом у нас женщины упиваются романами, и они как будто бы подсознательно ждут того самого принца, проживая свою жизнь с каким-то Вовой, например, да. И где-то там они пассивно думают, что вот он придет, и я его, безусловно… Накажу. Увижу и наконец-то встречу. И как будто бы они проживают свою жизнь с мужчиной, который здесь и сейчас, как будто бы нахолостую, как будто бы она не идет до конца в эти отношения, да, как будто бы она так вот находится в ожидании. Да, она находится в ожидании, просто потому что есть такой образ того рыцаря и сказок, который был на самом деле прочитан всеми девочками. Этот мужчина как перевалочный пункт, да? Подсознательно. Да, да. Она думает, что он там где-то есть. И многие женщины уже достигшие… Ну, можно ли я же быть одна? Да, конечно. Ну, должен же быть кто-то… Конечно. Он меня точно завоюет, найдет и встретит. А придет друг? Это, как говорится… Это иллюзия, безусловно. Ну, так как я, ну, все-таки, занимаюсь продвижением, продажами всякими, мне нравится всю эту тему изучать. Вот подойдем к решению все-таки этого вопроса… Да, мы можем предложить решение. Решение, да? Вот у меня лично такое вот решение. Что мужчине-то нужно? Может, там решение находится? Конечно. Ну, если что найти мужчину, да? Ну, понятно, что наши, как бы, моральные, базовые принципы, они важны в выборе мужчин. Ну, надо же понимать, что мужчина же их тоже выбирает. То есть, здесь палка от двух концов. Я у тебя и спросила, ты просто ушел от ответа. А-а-а. Я у тебя спросила, ты ушел от ответа, взволновался. Слушай, у меня высокий моральный принцип. Говорите, я же спросила, что, на что смотрит мужчина, как он выбирает? Хорошо. Я у тебя это спросила. Женщина должна быть красивой, внимательной, чуткой, заботливой, любящей. Где-то, чаще всего, загадочной там, да? Ну, это тоже. Да столько загадочной, чтобы хотелось постоянно разгадывать. Сколько ж можно-то? Она все время загадочная. То есть, это самый, кстати, главный критерий для длительных отношений. Это все-таки загадочная женщина. То есть, я-то на самом деле по жизни чуден дома. Казалось бы, уже все понятно со мной, но не факт. Где-то постоянно что-нибудь от шубы. То есть, ты загадочная. Ты загадочная в своих отношениях. Мне причем это, кстати, в понедельник сказали. Причем другой человек. И говорит, что это администратор. Как ты, говорит, Михалыч, что-то понравилось? Он говорит, я не знаю. Он говорит, Михалыч, у нас загадочная женщина. Блин. Ничего себе. Вот. Поэтому это свойства, которые, например, важны мне. Женщина должна быть умной? Да. Однозначно. Умная. Обязательно. Потому что… Ну, как понять? Не умная. Для меня, для меня, да. Вот я лично скажу о себе. Вот для меня, да. Соответственно, ну, может быть, если я в диапазоне каких-то женщин, вот я вот если подхожу по каким-то критериям, то они все-таки должны знать, ну, важно мне, да, мне важно. Ну, в твоем диапазоне по-любому будут умные женщины, да? Да. Потому что будут постараться. Он будет, да, их… Отсеивать. Да, да, да. Они сами будут, на самом деле, как-то отсеивать. Они будут еще дополнительные. Мы все чувствуем, если мы не можем перепрыгнуть в планку или чувствуем, что вот это как бы не наш, да, вот этот уровень, да. Такая чуйка некая. Чуйка есть. Конечно. И некоторые люди остаются. Да? Да. Да так. Но только на дискотеке не отходят. Под градусом. Да. Помню, как-то они не умные, наверное. Стоял просто… Просто нейронная связь расслабленная. Просто… Они не думают. Не, ну, был случай. Это стою такой-то в барной стойке, сейчас немножко отвлекаемся там, да. Стою в барной стойке, так что-то пиво себе заказал. Извиняюсь, что да, было дело, пиво пил. Ну, безалкогольное. Ну, да. То есть расслабляет пиво. Мы алкогольное не рекламируем. Да. Вот. Ну, этот. Бас такой, этот. Рука на плечо. Я такой, знакомый, наверное, раз побачивался. Реально не знаю. Фи-фи-фи-шик. Говорит, пойдем потанцуем. Девушка? Да. Мужчина? Мужчина. Женщина. Девушка-девушка. Ну ладно, хватит. Сработала? И ее метод знакомств? Нет. 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 Мы потанцевали, да? Да, потанцевали. Вот. Она попыталась... Было страшно отказать. Да. Потанцевали. А вот второй раз, когда она меня приглашала, то есть я, конечно, хотел куда-то... В туалете, блядь. Не сдалась. Не сдалась. Я по-другому напрягаю просто. Ну, меня может напрягать громкий звук, там еще что-то. Я не расслабляюсь. Вот. Честно говоря, я пыталась взять какую-то записку, но я ее выкинул. Ну, это... Да. Ну, это, кстати, как один из способов. Ну, вот в моем случае, да, вот я честно говорю, по себе, да, он не сработает. Ну, вот лично по мне. То есть для кого-то, может быть, это сработает. Это будет как возможность в завязке каких-то загадка дерзкая, да? Дерзкая, да. Там какой-то мастер-спорт. На болевую. Подтягивай. Подтягивай. Если бы она взяла на болевую... А у меня в связи с этим вопрос. Является ли для тебя критерием, когда женщина... Ну, может быть, ты от лица мужчины вообще скажешь, да? Не конкретно к себе примеришь это качество? Пугают ли меня, если ко мне подходят... Нет. По плечу, когда... Не пугают. Насколько ты относишься... Насколько тебе нравится, когда женщина добивается мужчины? Проявляет инициативу. Да. Когда она инициативно звонит, предлагает тебя там каким-то образом. Ну, или вообще, в принципе, мужчине. Завязывая задание. То есть она больше заинтересована, нежели ты? Нет, смотри. Здесь надо тоже вот разделить. Если тебе этот человек интересен, да? И ты понимаешь, что он прикладывает усилия к развитию наших отношений, то я к этому отношусь очень положительно. Я только за. И так должны поступать девушки. Да. Если же ты к этому человеку ничего не испытываешь, там, да? То есть, ну... Смысл печатный. Да. То есть, как бы это идет уже... Ну, с моей позиции идет с лифтом, да? И женщина сама себя, ну, как бы немножко... Нет, нет. Я бы не сказал, что там... Нет, это когда чересчур она сильно навязчива, мне кажется, это тоже, ну, у меня планочка такая. Нет, нет. Вот для меня лично... Нет, нет. Смотри. Нет, это я со стороны именно женщины. Есть такое восприятие людей, что, когда человек себя предлагает, да, то есть, ну, есть понижение планки, да? Ну, лучше, когда... Когда есть спрос. Нет, смотря, когда нет спроса, допустим, она все раздалбливает там его, а все равно там пишет ему, а он как бы гасится, гасится, гасится. Ну, иногда проще сказать. Ну, вот. А если он не может сказать? Ну, это же, наверное, позиция зрелого мужчины, да? Да. Который может сказать. А есть, да, мужчины... Почему я и в молодости говорил нет? Прекрасно. А че? Че? Че ходить вокруг да около? Подожди, расскажи просто. Нет, лучше сразу, Ряна, прямо скажи один раз, как бы, все, чтобы она там уже обед на дне там не... Не фантажировала и не нарисовывалась. Беги отсюда. Беги отсюда. Беги. Беги. Да. Расслабляй нейронную связь. Как? Как? Расслабляй нейронную связь. Кстати, это новая фраза. Мы все рисуем нейрографику. Да, это реально много реальности. Много реальности. Так, хорошо. Да. Какие еще есть вопросы? Настя, ты разогрелась все там? Да я вообще нормально разогрелась. Ты определилась? С выбором. Где будешь стать мужчиной? Где искать мужчину? Смотри, мужчина нужен вообще? Да нет. Для чего мужчина нужен? Да нет. Тогда или нет? Ну сейчас просто. Может быть у меня есть мужчина. Нет, подожди. Ну может просто. Я просто не замужем. Такое тоже может быть. Может быть, да. Да запутанно уже. Вообще просто. Я же загадка. Попробуй разгадать. Да. Вот как тебе. Собирай нейронные связи. Зашла. Зашла фраза. Подожди. Вот ты в самом начале зачем что-то говорила? Я сказала, что я не замужем. Нет. Ты не так это сказал. Я в отношении, но не замужем. Можно было себя по-другому. А я же ничего не сказала. Деданин нет. Деданин нет. Да-да-да. Реально, Деданин нет. Хорошо. Я загадочная нервная связь. Нет. Когда женщина говорит, что она не замужем и у нее нет отношений, это прямая конкретика, что я готова к отношениям. Да. Это прозвучало. Сигнал. Это сигнал. Я готова к отношениям. Окей. Ты пространство-то заяви во вселенную. Ты смотри в камень. О, великие люди. О, великий интернет. Пошли мне к господине. Отпустите ситуацию. Все хорошо. Ты помнишь этот фильм-то «Три мушкетера»? Там Констанция-то пела-то. Да. Что-то там, кому-то там обращалась, там, пришли мне дворянины, там, что-то такое. То есть вот ты тоже, кстати, можешь... Кинь башмак, там, знаете, когда клик на Рождество, там, сужен, рядом. Почему нет? У нас, на самом деле, актуальные вопросы вообще. Ну, где-то там они. Житейские. Может быть, нам посмотреть на них? Ну, ты хочешь сходить? А, нет? Я тоже не сильно хочу. А у тебя ничего не будем. А у тебя же. У тебя же. Мужская большая аудитория. Не, ну, конечно. Может быть, они что-то пишут тебя? Может, они что-то спрашивают? Сейчас посмотрим. У нас есть телефон. Что есть? Ну, пишут, вот, на столе нет шампанского, без него мужчину искать бесполезно. Понятно, что за мужчина. Хочешь только расслаблять. Я скажу так. Надо искать на работе, да? Мужчину надо искать на работе. Ну, просто пишут, говорят, что очень плохо слышно. Я уже озвучил о том, что это идет у нас в запись еще там дополнительно на камеру, поэтому звук-то будет хороший, если что. Если что. Да. Вот можно будет пересмотреть. Действительно, найти мужчину, да и не только мужчину и женщину, это, в принципе, одинаковый подход, он работает там и там. Найти, может, в библиотеке, там просто будет своя аудитория, можно найти и на дискотеке, да? То есть, в моем случае это не зашло, но это не говорит о том, что это не работает. Это просто говорит, если вы хотите что-то другое, ищите вы просто в другом месте. Просто вышли в поле и пошли искать мужчину. Нет. Просто нужно конкретизировать свои желания, нужно самой себе. Женщина должна сама для себя понять, чего она хочет. Ну, проще некуда. Какой-то был ответ, когда ты поняла? Да. Что ты слышала про себя? Да, конкретно знала, какого я мужчину хочу, конкретно. Я знала про него все. Ну, в своей голове. В своей голове. В своей голове. В своей голове, начиная от роста и заканчивая его профессией. Ага. И это работает. Очень работает. Это работает. Сядьте. Даю конкретный совет. Напишите. Как это делается. То есть, ты много материализировала. Сядьте. Сосредоточьтесь. Да. Напишите, изложите это все на бумаге. Как он относится к тебе, к ребенку, к родителям, к твоим родителям. К своим детям, если у него была семья. Ну, предположим, да. Я рассматривала уже мужчину, у которого, возможно, до меня была семья. Да. И как он относится к своей жене, к своим детям. Да. Как ко мне. Все, 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 все. До таких мельчайших мелочей. Собрать. И тогда ты поймешь, чего ты хочешь. Какого мужчину ты хочешь. И он придет. Да, все верно. Вот сейчас Дарья так рассказывает. Да, вот тут даже допускаем, что там мужчина был в отношениях, семейник. Ну, в смысле… Почему нет? Да. Все люди хотят… Знаешь, вот как на производстве. Вот я раньше был мастером сбора сварочных продукт. Вот. Там тогда обгоняли детальку. Да. А почему нет? А к размеру есть еще допуск. То есть, плюс, минус, два, три миллиметра. А почему нет? То есть, получается, когда ты вышла, ты немножко расширила как бы критерии. Конечно. Можеманный человек же хороший. Конечно. Конечно. Главное, что человек хороший. Только сын цикл его. Извиниться. Я шучу. Просто да. Нет. Просто нужно конкретно… Не надо ждать принца. Принцев нет. Это страшная тайна. Я открою страшную тайну. Принцев нет. Есть нормальные, конкретные мужчины. Да? Все нет. Все. Больше ничего нет. Кто-то был женат, кто-то не был. Кто-то допускает то, что с тобой будет мужчина, у которого была семья. Кто-то этого не допускает. Кто-то допускает, что он слесарь. Кто-то не допускает. Правильно? А просто нужно само… А вот абы как, летая в облаках… Ну… Летайте дальше. Как бы ничего конкретного и не будет. Настя, ты же женский клуб открываешь. Ага. Ну ты хотя бы расскажи что-нибудь, что там… И там же мы получаем мужское у нас сообщество… Ну вот это у меня, Влада, что… Мужское сообщество… Понимаешь, я хочу сейчас… Мужское сообщество осмотрит… Еще рано, еще рано, через недельку будет анонс. Я думаю… Давай же хотя бы не пронос. Что такое будет? Что-то… Что такое… Что ты хочешь сделать? Расслабить нейрон весь. Ну… В городе Сосново-Бор мы с моим партнером, да, Ирина зовут ее, хотим создать женское сообщество. В этом женском сообществе будет… Женщина будет проходить некий путь. Может быть, какую-то трансформацию, либо перезагрузки. Очень много хотим туда собрать… Много дисциплин, начиная именно от психологии, да, Заканчивая, может быть, ораторским искусством, Либо мастер-басами по кулинарным изделиям. То есть это будет все то, что нужно любой, каждой женщине. Чтоб она развивалась, раскрывала, может быть, свой потенциал, Какой-то… Ну… Форма нового проявления именно женщины, Которая она, в принципе, не… Ну, как бы себя еще не пробовала никогда в жизни. И, тем самым, может быть, будет находить еще новый круг общения, Там, нетворкинг, да, новые знакомства. Там, может быть, найдется своих каких-то людей, С кем она могла бы поделиться, там, своим какими-то личными, там, переживаниями. То есть это, ну… Перевести этот город, да, на другой уровень. То есть собрать воедино всех женщин, да, Чтобы они вдохнули новой жизнью. То есть, как, может быть, распали какие-то свои крылья. Чтоб они открыли свои грани новые себя. Ну, где-то примерно так. Гарри, вот я сейчас услышала, что ты бы хотела бы… Ну, вот, действительно, я так понимаю, это актуальная тема. Что-то такое, ну, для женщин сделать. А чтобы… Как считаешь, вот, для себя, там, да? То есть, как бы… Что не хватает? Вот, чем бы хотелось бы заняться, там, да? То есть, не только, там, семья, да? Ну, и еще что-то для себя хотелось бы. Просто… Настя, она, как бы, хочет это все дело сделать, да? То есть, вот, ты просто как человек, вот здесь рядом сидишь. Что бы хотелось бы тебе? У нас… Ну, я прямо тоже сейчас начну рекламировать. Да ты говори, почему нет? Мы живые люди, у нас общение. Здесь принято слушать друг друга. Да. Ну, перебивать, конечно. Да, ну… И не отвечать на вопросы, уходить, увиливать, да? Ну, я потом исправился, если что. Подвел сам же, да? Да, да, да. Красиво. Ну, как опыт. Давай. Так, ну… Тема для женщин… Ну, для тебя, для себя. Что бы ты хотела бы здесь, в городе? Вот, что хочется душе? Танцевать, например. Музыки хочется. У нас будут эти курсы именно с танцами, да. У нас будет мастер по танцам. Мы хотим идти, чтобы это был один из уроков. Лористика. Нейрографика. Хочется. Гвоздетерапия сейчас такая, сейчас очень модная вещь. Стояние на гвоздях. Это раскрытие оргазмичности женщины. И мужчин там… Наверное, там… Сексология. Там у нас будет, наверное, сексология, которая тоже транцит все эти грани организма. Ну, гвозди, они, в принципе, сейчас так популярны для всего общего здоровья организма. Ну, психология – это просто как бы через мозг мы проходим, да? Через боль. А есть как бы физиология, да, которая дает сигнал той же психике человека, там, да, давай, чувак, надо что-то делать. И может простимулировать и открыть некие, условно говоря, чакры, там, которые вызывают… Почему? Ну, какие-то… Неусловно, а… Ну, я просто… Я не специалист, я просто не эксперт в этом. Ну, я как… Ну, как дилетант, человек, дилетант, который… Ну, наверное, так оно работает. Механику денег. Вот, фу, блин. Механизм… Механику оргазма, да? Да, 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 да. Профессор только что. Ну, смотри, у нас очень интересный такой все дефил. Мы обо всем поговорили. Насте… Еще будет питание, а тут мы туда добавляем целеса по питанию, которое будет… Ну, мало, мало количества получает не только женщин, да, но и мужчин разбирается в питании. То есть, сейчас общество, оно… Ну, это модно, да, да? Что там переходит на веганство, либо что-то еще, но мало кто понимает, что только сбалансированное питание. Мы хотим донести, чтобы люди грамотно научились просто питаться и продолжали жить, наверное, дольше и в своих формах, как бы, может быть, немножко где-то где-то убавили, где-то добавили. Вот. Также столица по красоте. То есть, как укаживать женщину, ход за собой. То есть, ну, это внешний вид, там, стилистика. Это подобрание единой, допустим, стиля. Это как можно, ну, из простого, да, не там, там, из каких-то брендовых вещей, да, одеваться стильно, красиво, удобно, легко и, в принципе, бюджетно. Ну, то есть, ну, вот такие разные всякие фотосессии, там, выездные какие-то мероприятия, отчетные вечеринки нас будут размест проходить. Ну, то есть, это все в совокупе, да, сейчас прорабатывается, и мы хотим это запустить, взорвать, грубо говоря, город. Прекрасно. Желаем вам удачи и успехов. Да, и ждем взорвить этот город. Мы обязательно будем, придем вам с новыми идеями. Да. Может быть, и увидимся скоро. Расслабимся. Так, ну что, мы уже практически 48 минут находились в эфире. Так, быстро. Может быть, есть какие-то пожелания, какие-то напутствия в плане поиска, потому что ты уже прошла этот путь. Смотришь. Вот, прошла этот путь. Можно в ресторане ознакомиться, на самом деле. Вы, допустим, приходите на какой-то бизнес-лайн, где сидят там бизнесмен, к примеру. Вы там заказываете чашечку, там, кофе. Чашечку зеленого чая, как было в одном. Чашечку зеленого чая, а потом водички подливаешь, подливаешь. Ну, как бы, один из способов. Там еще хватит, чтобы запарился. Да. Главное, не в столовке чай спалить. Вы не задавайте вопросы. Вы просто наливайте. Да, да, да. Ну вот. Да не вести, а мужчина. Да. Как и женщина. Короче, мы пришли к простому выводу. Отпустить ситуацию и все. Так, подожди. Важна потребность просто. И если сильно жжет, значит, все найдется. Сейчас. Сейчас. Ну, тогда наступит момент реализации чего-то там. То есть выход и мы называем. Все мысли на земле, на самом деле. Как я уже сказала, нужно знать конкретно, чего ты хочешь. То же самое в бизнесе, правда? Ну, когда ты сделаешь какой-то проект, да, организовываешь, я в этом дилетант. Ты должен конкретно знать, с какой ты цели придешь, правда? Ну, с чем бизнес вообще отличается от предпринимательской деятельности, да? Нет, там есть, кстати, большая разница. Я вообще дилетант. Надо взять пару уроков. Просто предприниматели – это люди, которые предпринимают какие-то либо шаги в развитии, ну, в появлении каких-то новых технологий, новых каких-то там, ну, бизнесов, там, да. То есть это люди, которые постоянно экспериментируют. То есть новаторы. То есть они постоянно что-то придумают. Бизнесмены – это люди, которые видят уже каким-то пройденный ранний путь, да? То есть они подключают статистику, вот это мышление, да, логическое, чтобы не надо делать лишних шагов. Должно, ну, нужно идти так, как оно должно, ну, как оно работает. И тем самым они допускают меньше каких-то вот этих огрешностей там, да? Соответственно, стабильные и четко они приносят, ну, так сказать, им доходы. Тогда женщины больше предприниматели. Ну, да. Как я делаю. Да. Да. Делают ошибки. Предпринимают шаги. Да. А мужчины, они больше и логики там. Пойдем потанцуем. Поэтому, чтобы вы знали, мужчины, если, ну, как сказать, ну, давайте так. В физиологии, да, мужчине нужен секс там. Ну, соответственно, если ему это нужно, он будет его искать. Есть просто различные способы удовлетворения своих потребностей, да? Ну, есть… Ну, можно самостоятельно. Печаль. Поэтому мы и заговорили о раскрытии оргазмически. Ну, мы говорим. Можно самостоятельно. Можно на раз там, да? Можно план. То есть, есть различные способы. Ну, когда мужчине, ну, действительно, уже хочется что-то конкретного там, да, естественно, будет находить. Но самое главное, что это будут какие-то подходы. Просто есть моменты, которые закрывают вот всю минутную там, да, сегодняшнюю потребность. А есть, как бы, вещи, которые он все равно будет стремиться для того, чтобы, блин, было постоянно. Ну, потому что каждый раз бегать от юбки к юбке, ну, ты устаешь. Это же… Ну, хочется идти плакать. Сабильность. А со стабильностью. Самоопасно. Вот. Поэтому у мужчин, кстати, в отличие от женщин, у них больше подходов. Мужчины подходят к женщинам, да? У женщины есть из чего, как сказать, ну, отсеют, потому что постоянно идет поток. Поток этих мужчин, но они, как правило, идут за ним и тем же. Ну, просто идут за ним и тем же, но это шахотится. Вот. А потом уже это во что-то выливается. Вот. А у мужчин, получается, как? Постоянно тебя отшивают. Значит, то же что? Он становится сильнее в опыте в плане того, что… Как сделать так, чтобы было меньше осечек. Да. Ну, в ней, я о чем… Наверное, наоборот, замыкаются, да? Кто? Некоторые, наверное, наоборот, замыкаются. Слушаю… Да, да. Почему у меня постоянно… Надо для мужчин сделать какой-то тренинг. Почему у нас… По захвату мира. Не надо ничего. Вот, знаете, какое вообще личное мое мнение? Мы с вами уже давно общаемся, да? Мы ведем нашу передачу. Да. 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 Это сегодня гость, которая, действительно, прошла этот путь. Нашла себе… Партнера, мужчину. Партнера, мужчину. Любовь. Вот после того, как, действительно, были, возможно, удачные отношения, но они дали очень колоссальный опыт, толчок к развитию сегодняшнему состоянию, которое здесь есть. Вот. У нас есть Настя, которая, в принципе, пока еще немножко определяется. Вот. Что-то я уже выяснил. Что я хотел сказать? Что есть такая передача? Нет. А до этого я мысль потерял. Ну, ладно. Про мужчин говорили, что ты хотел сказать, что мое личное мнение по всему этому поводу… Итог, и подводя итог, я хочу сказать только одно. Не надо ничего менять. Все должно оставаться как есть. Вот, ну, ты говоришь, вот передачу проводить, я отвечаю тебе на это. У каждого человека должно наступить осознание. Это когда ты себе сказала, вот, я хочу мужчину, ты его сформировала как некий образ, как некую цель, и ты ее получил. И я считаю, что мы все должны пройти через это самоосознание. Вот, когда мы сами определяем, что мы хотим, тогда у нас все будет хорошо. Поэтому и упрашивать никого не надо. То есть, кто надо, тот захочет, тот посмотрит, послушает, и все будет хорошо. Совершенно нет. Все в голове. Все в голове. Ну, что? Спасибо вам, дорогие зрители, что вы были с нами. Спасибо. Спасибо, что меня пригласили, если что. Спасибо нашей гости. Спасибо двум нашим гостям. Да, у нас получилось. Настя сегодня тоже как-то неожиданно. Случайно залезать жена. Да. Посоветоваться. Да. Возглашайте нас еще. Ну, давайте, давайте, смотрите. Мы сегодня поговорили о том, как мы этим мужчин. Да? Вот они, кстати. Это да! Так, 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 так. Лёгок на помине, как говорится. Это да, это про них. Вот. Какая у нас тема актуальная еще, может быть? Миллион тем. Миллион тем? Миллион тем. Про мужчин? Опять про мужчин? Можно говорить бесконечно. А это у нас будет там, в следующем эфире. У нас Елена опять попытается записать ролик. Какой? А, да. Там нормально? Нет? Я просто второй очебучил там. Ничего там? Нормально. Ну, ладно. Есть уж 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 уж. Ну, что, на этом, в принципе, все. Я благодарю всех, кто подключился, кто посмотрел. Если у вас будут вопросы к Елене и еще кому-то там, да, то есть вы можете написать. Мы ваши контакты, наверное, оставим. Ну, да, если они будут нужны, мы их переехали. Да, если надо, мы оставим контакты. Конечно. Можем передать. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы по психологии, там, семейным отношениям, какие-то у вас есть трудности, обращайтесь обязательно к Елене. Вот. А Настя у нас действительно делает какой-то интересный проект. Женский клуб называется. Поэтому, если хотите принять участие, то welcome, как говорится. Подключайтесь. Пишите, тоже оставим контакты. Будем очень рады. Вот. Дарью мы благодарим за то, что она пришла к нам. Вот. Это у нее, наверное, первый приход. Первый эфир. Первый эфир. Молодец она сегодня. Умница. Держалась стойко. Хорошо. Поддерживала разговор. Вот. Дала хорошую обратную связь. Хороший пример. Хороший пример. А хороший пример всегда должен быть заразительным. Да. Поэтому на это великолепная ночь. Всем любимым. Всем любимым. Всем любимым. Всем любимым. Давайте как в доме два крикнем. Счастливый урок. Ну все. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok